В Петербавловске объявлен режим ЧАЭС. Из-за большого объема воды, которая пришла с Сергеевского гидроузла, река Ишим вышла из берегов и потопила окраины города. На Кожзавод стихия пришла ночью, когда люди спали. Сейчас в поселке продолжается эвакуация. С теми, кому на время придется съехать из домов, встретилась моя коллега Ирина Панфилова. Поселок Кожзавод постепенно опустеет. Из населенного пункта уже эвакуировали больше 200 человек. Людей-спасатели вывозят на Уралах. Жители спешно покидают свои дома, хватают ценные вещи, выносят продукты, корма и животных. Вода сюда пришла этой ночью, когда никто не ждал беды. Сейчас в поселке потоплено свыше 100 жилых домов. Ко многим постройкам без лодки уже не подобраться. Первый раз я вижу такую воду, что она так заполнила. Махронзавод впервые. Ну, буквально затопило в течение, если вот это все посчитать, буквально в течение трех часов. Первый этаж в воде стоит у всех. Друзьям всем обзвонил, спросил, они говорят, вроде бы успели эвакуироваться. На сегодняшний день ситуация сложная. У нас в Казыжарском районе, в городе Петропавловске, за три дня подъем воды у нас составил 1 метр 70 сантиметров. Пик поводка еще нет, вода прибывает, прибывает ежеминутно. Поэтому мы сейчас эвакуируем людей, это главная наша задача. По словам ЧАЭСников, вода в Петропавловск продолжает прибывать. В зоне особого риска находятся и жители поселка Заречный. Там подтоплено несколько домов. Начинается эвакуация людей из Ката. С сегодняшнего дня в городе объявлен режим ЧАЭС. На подмогу североказахстанцам уже прибыли порядка 70 спасателей из Астаны и Алматы. Ирина Панфилова, Тулигин Иманов, Руслан Алиев и Дмитрий Рура. Петропавловск, Хабар-24.